Какой трофей спортивный для вас самый ценный? Это, пожалуй, единственный вопрос, который может застать Станислава Бабарыкина врасплох. Всегда уверенный в себе и аккуратный, ставящий четкую цель и умеющий ее достигать. Шахматист Станислав Бабарыкин – яркий представитель областной спортивной элиты. Правда, о себе юноша говорит скромно – я просто мастер Фиде. Деликатность в общении – еще одно положительное качество нашего совсем не звездного героя. Все началось с дедушек, с папой. Показали, как ходят шашки. По-моему, дедушка научил, царство ему небесное. Потом папа показал, как ходят шахматы. Понравилось, вроде как схватил достаточно быстро. Ну и в 7 лет отдали меня в секцию. Тогда она располагалась в Одинцово на неделе, на Квенчу Михаилу Григорьевичу. Шахматы – универсальный и уникальный вид спорта. Особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Довольно быстро начинающий спортсмен попал в старшую группу и выиграл чемпионат района. Затем был выход на областные и всероссийские соревнования. Первым тренером Станислава стал Михаил Бенч, который влюбил юношу в эту интеллектуальную игру. Интересно было с Михаилом Григорьевичем, что на занятиях у него можно было и расслабиться. Много вообще знал баек, анекдотов, разных историй про шахматы. То есть приходишь, он что-то начинает из истории шахмат рассказывать, вот как будто в такую атмосферу окунаешься в древности. То есть это было очень важно, потому что интерес он прививал к шахматам. Серьезные успехи пришли Станиславу Бабарыкину со вторым наставником Александром Устиновым. В 2013 году вместе с ним он выиграл чемпионат мира. С тех пор Станислав – постоянный участник международных состязаний. В 2017 в составе российской сборной победил на Олимпиаде Международной ассоциации слепых и слабовидящих шахматистов, а также завоевал корону на международном турнире МГИМО. Это в МГИМО проводился первый кубок президента ФИДЕ среди сотрудников дипломатического корпуса и студентов УЗА. То есть корона досталась вам. Вот теперь у нас коронованный шахматист. 2018 год начнется с фестиваля Moscow Open 25 января. Затем в планах у спортсмена чемпионат России и международное состязание. Уже четыре года Станислав занимается тренерской работой, окончил ВУЗ по специальности психолог. Но пока совершенствоваться в профессии не планирует, ставит перед собой спортивные цели – поднять рейтинг ФИДЕ и добиться успеха на предстоящем чемпионате мира. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова